МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Максим Федирко и вы смотрите программу «Свой патруль. Хроника происшествий». Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Среднебелого фиктивно получил 100 тысяч рублей за наводнение. В отношении него возбуждено уголовное дело. Александра Мигулю допросят на следующей неделе. Сейчас экс-мэр находится в Благовещенском СИЗО. Благовещенского бодибилдера будут судить за контрабанду стероидов. 27-летнего спортсмена задержали с посылкой, в которой находились запрещенные препараты. Глава Среднебельского сельсовета, 32-летний Максим Швецов, стал фигурантом уголовного дела. Как выяснила прокуратура Ивановского района, в 2013 году он по подложным документам получил компенсацию, как пострадавший от ЧС, на сумму 100 тысяч рублей. Нарушение выявлено в ходе надзорной проверки. Установлено, что в сентябре 2013 года, когда в области действовал режим ЧС из-за масштабного наводнения, исполняющий обязанности главы села представил подложные документы для получения компенсации. В декабре 2013 года ему была перечислена финансовая помощь за частично утраченное имущество из резерва фонда правительства Амурской области в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, глава получил федеральную помощь за счет дотации в размере еще 50 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона. Рассмотрев материалы районной прокуратуры, Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области возбудило в отношении главы Среднебельского сельсовета уголовное дело по статье «Служебный подлог». За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. Кстати, предыдущую главу сельсовета Татьяну Ваклюк отстранили от должности в 2013 году после коррупционного скандала. В июне 2013 года экс-глава получила уголовный срок за раздачу муниципальных квартир родственникам, а также лишилась права занимать определенные должности. В декабре того же года среднебельцы досрочно выбрали нового главу. На следующей неделе экс-мэр Благовещенской Александр Мигуля будет допрошен, а после начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом сообщили в Амурском следственном управлении. Проходящего по нескольким уголовным делам беглого чиновника Александра Мигулю доставили из подмосковного Серпухова в Благовещенск в понедельник 6 июля. Сейчас он находится в городском СИЗО. На следующей неделе Александра Мигулю допросит и ознакомит с приведенными ранее экспертизами. После этого начнется процедура ознакомления со всеми материалами уголовного дела. Затянуться она может на довольно длительное время, от одного до нескольких месяцев. Все это время бывший мэр будет находиться в следственном изоляторе. По информации специалистов Амурского следственного управления, пока один из участников процесса не обратится о замене или отмене меры пресечения Мигули, она останется прежней, пока таких прошений не было. Жителя Благовещенска будут судить за контрабанду анаболических веществ. 27-летнего Благовещенца задержали с посылкой, в которой находились запрещенные препараты, прямо на выходе из почтового отделения. Посылку мужчина получил из Республики Беларусь. По заключению экспертов УФСКН, в изъятых таблетках, ампулах и флаконах с жидкостью содержатся сильно действующие вещества, запрещенные к свободному обороту на территории Российской Федерации. В препаратах нашли метандиедон, тремболон, тестостерон, балдинон, общей массой более 46 граммов. По данным следствия, Благовещенец около трех лет в свободное от работы время занимался бодибилдингом. Прозанимавшись около года, он заметил, что результат измурительных тренировок минимальный. Ему захотелось как можно быстрее набрать мышечную массу и обрести рельефное тело. Однако только тренировками таких результатов в короткий срок добиться было невозможно. Мужчина решил покупать анаболики. На одном из белорусских интернет-сайтов он заказал стероиды, переводил продавцу деньги и вскоре получал извещение о посылке. По оперативной информации, запрещенные препараты спортсмен заказывал неоднократно. Последняя посылка обошлась ему около 9 050 рублей. До этого стоимость анаболиков доходила до 200 тысяч рублей. По факту контрабанды в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Бодибилдер полностью признал свою вину. За это преступление ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Выпуски нашей программы вы можете посмотреть на портале asn24.ru И выходя из дома, помните, что осторожность никогда не бывает лишней. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин